Только вышла на дорогу, первая же машина сразу остановилась. Дедушка из Филиппин, который живет 50 лет, уже в Саудовской Аравии, вот везет нас в Рияд. Вот такой приветливый дедушка. И Марияша сидит. Филиппинский дедушка довез нас до Рияда, и в самом Рияде мы быстро застопили машинку, вот с пакистанским водителем, едем на окраину города, откуда уже можем стопить дальше. Минут 10 мы простояли на окраине Рияда, и вот первый раз нам остановилась девушка за рулем автомобиля, и вместе с ней мы отправились в Дамам. Сдали тест на COVID. В общем, сдается вот в таких мобильных лабораториях, в Дамаме мы сейчас находимся. Оплатили, пошли в здание. Можно загрузить приложение, оплатить в этих маленьких киосках, а потом подъезжаешь сюда, и тут уже у тебя делают забор. Это материалы на анализ. В общем, по цене 150 Риал, плюс еще какая-то комиссия. Получилось 345 за двоих. Это 90 долларов, что-то типа того на двоих. Очередной Саудовский город, и опять не приспособлен для пешеходов, нет ни пешеходных переходов, ничего. В общем, приходится передвигаться на такси. Можно было даже попробовать эти стоп, но нам надо было перейти вот эту дорогу, а тут невозможно перейти. А вот это официальное такси. Выглядит вот так. Тут счетчик, можно оплатить картой, указать, понравилось, не понравилось. Можно кэшем, можно картой. В общем, проблем нет. Все данные водителя введены, строго контролируются, поэтому официальным такси можно пользоваться без проблем. Но также Uber Bolt работает. И мы едем смотреть кое-что интересное, как минимум снаружи. Вот, собственно, место, куда мы едем. Вот, собственно, это центр мировых культур имени короля Абдул-Азиза. Здание офигенное, очень красивое. Добраться сюда пешком, в общем, нереально. Всюду огорожено, всюду заборы какие-то. В общем, это страна для автомобилистов. Особенно города. Еще страна, ладно, там можно где-то передвигаться местами нормально. Но вот достопримечательности такого плана доехать, добраться только на автомобиле. На самом деле, расстояние не очень большие, но развязки странноватые. И в итоге накручиваешь лишних 5, 7, 8, 9, 10 километров просто на ровном месте. Вот, мы ехали по той дороге. Там можно было остановиться и по прямой сюда пройти. Но мы проехали еще почти 4 километра. Вот так вот. из труб сделано. Интересная идея. Выглядит клево. Обратная сторона здания. Музей стоит 35 риалов. Это где-то 10 долларов. Не особо интересно. Я смотрел фотографии. Чего-то особенного тут музея нет. Вот этаж библиотеки. Два этажа получается. Тут симпатичненько. Библиотека, кстати, бесплатная. Кафешечка платная, естественно. И еще тут есть выставка энергии. В общем, я даже не знаю, там похожее. В английском языке, если кто-то захочет почитать. Energy Exhibition и библиотека бесплатная. Вон, можно попробовать подняться там выше по ступенькам. Nonfiction, Religion. Ребят вместе идут. Вышли из здания, потому что Energy Exhibition я не буду переводить буквально, я не знаю, как они подразумевают под этим. можно посмотреть, я так понимаю, в этом здании справа. Если вдруг вам понадобится место, где надо протусить целый день, подождать кого-то, зарядиться, зарядиться, зарядки библиотеки были, почитать, отдохнуть. Книжки там клевые, можно найти разные, сто процентов интересные найдется. И вот такие зоны. Можно тусить, отдыхать. В общем, Energy Exhibition это история нефтедобычи в стране. Тут можно про зеленую что? А, да. А, вот прикольно, я такое люблю. Кто любит но больше не понравится, что надо делать. закончили прогулочку. Собственно, это единственное место, которое мы нашли для себя интересным тут, в домах. и мы его посмотрели. К тому, что города в Саудовской Аравии не для пешеходов, но это просто прям шок. сделайте что-то для людей. Вот, нельзя пройти тут, нельзя, уходят люди. И, в общем, мы попытались дойти до середины, но с той стороны такой поток, что вообще невозможно перейти. и все, никаких пешеходных переходов, ничего нет. Нам тут до дома полтора километра, но надо вызвать такси, которое будет объезжать 15 километров, и за все это надо платить. Как бы, вот такие дела. Зато мы уехали из этого торгового центра очень легко, ой, торгового центра, из музея. Очень легко, быстро парнишка нас подвез. Искали просто места, он нас к дому готов был подвезти. Искали места, где можно сделать распечатку. Вот, вот тут перебежать вообще нереально. С той стороны еще бывают прорехи, вот как сейчас видно, а тут вообще нереально. В общем, до городов будущего им еще долго. как в Европе есть такие ящики для того, чтобы оставить одежду. Я так думаю, ее потом используют для помощи малоимущим. И вот так выглядит улица, домами, частный сектор. В общем, людям проходить негде. Я опять же говорю, даже захочешь вечером выйти из дома, прогуляться к магазину, либо к друзьям, соседям, и не сможешь, потому что толком негде идти. Надо выходить на проезжую часть. Вот так вот. Сегодня ровно месяц, как мы в Саудовской Аравии. Я уже настолько присаудился, что можно посмотреть на мою одежду. Я осаудился. Мы прогуливаемся с нашим хостом по городу. Это не Дамам, это Хубар. Вот. И он отошел на пару минут. Вот. Ну и в общем, это набережная. Ничего особенного мы не увидели. Просто приятно, море, тепло. градусов 20-19 может быть. Очень комфортная температура. Наслаждаемся. Даст Бог, завтра мы уже окажемся в Бахрейне. Мишала. Мишала. И поедем дальше. Кстати, наш хост Зият показал интересное видео, рассказал историю. Вроде как полторы тысячи лет назад. Люди из его племени. Большие объединения, группы людей, как семьи. Я не знаю, сложно объяснить. Они называют это племя, но это немного больше, чем племя. Объединяет большую группу людей. Ну и в общем, была какая-то война с персами. И как ее выиграли, преимущество было на стороне персов в количестве войск. А выиграли ее при помощи того, что ночью начали рычать, как львы. И напугали противников. Собственно, так и выиграли войну. Им показал традиционные танницы, песни. В честь этого люди рычат. Часть людей рычит, часть танцует. Рычат, пытаются сделать грозное страшное лицо. в общем, это смотрится забавно. Ссылочку постараемся бросить в описании. Может, кому-то будет интересно посмотреть, кто интересуется народными традициями. Смотрится это весьма забавно. И вот там впереди виднеется маяк. Возможно, мы к нему подойдем или подъедем. Не знаю, насколько он далеко, сейчас проверю по карте. Кс-кс. Кс-кс. Зияд. Привет. Привет. Я не могу видеть, как он выглядит. Зияд говорит, сними видео, покажи, какой красивый город. Я говорю, ну, у нас такое можно тоже найти. Для нас все обычно и привычно. Нет, объясним, что мы живем в нормальной цивилизованной стране, где все красиво. Смотри, какая кафешечка. Кафешечка, да, вот такая. Ну, и все классно, цивилизованно. Тут вообще, кстати, хабар более такой современный, чем дома.